Имидж страны Это эфелевая башня, возможно, какой-то романтизм, либо просто какие-то лягушачьи лапки, да? Когда вы произносите слово Россия, какой образ, какой имидж страны, какой образ возникает в голове у иностранца? Это самовар, балалайка, снег, медведи на улицах. Ну, слава богу, эти образы с развитием интернета, они, конечно, потихоньку вытесняются уже из умов. Далее, если Италия, то это, конечно же, спагетти, хорошие сапоги, сыр, пицца и тому подобное. Надеюсь, вы уже поняли, в какую сторону мы с вами будем сегодня рассуждать. Итак, имидж страны, образ страны, по своей природе, это психологический образ прежде всего. Имидж страны – это эмоционально окрашенный образ страны, целенаправленно формируемый в общественном сознании средствами рекламы, пропаганды и тому подобное. В основе имиджа страны лежат национальные образы, какие-то символы, связанные с географическими, цивилизационными, историко-культурными, этно-религиозными особенностями. Структура имиджа страны – это у нас внешний имидж и это у нас внутренний имидж. Внешний имидж – это представление о стране, которая складывается у населения других государств. А внутренний имидж страны – это представление страны о себе, которые включают национальную идентичность, статус государства в международной среде. Это какие-то ситуативные образы, которые привносятся правящей элитой этой страны. И вот эти вот ситуативные образы транслируются с широкой общественностью. Думаю в том, что необходимо формировать вот этот вот самый международный имидж любого государства. Думаю, говорить об этом не стоит, потому что эта вещь вообще неоспоримая. Чем лучше образ страны, тем более он способствует развитию туризма в этой стране, особенно международного, когда мы являемся принимающей стороной. На формирование образа страны оказывают воздействие три группы факторов. Это условно-статичные факторы, это корректируемые условно-динамичные, это корректируемые условно-динамичные социологические факторы, и корректируемые факторы условно-динамичные и институциональные. институциональные. Теперь поподробнее о каждом из этих факторов. Условно статичные факторы. Это какие факторы? Это природно-ресурсный потенциал страны, это национальное и культурное наследие, это нерегулируемые, то есть постоянные геополитические факторы, то есть географическое положение, площадь территории, протяженность границ государства, выход к морям и так далее. Это исторические события, повлиявшие на развитие государственности, то есть какие-то завоевания, великие научные и географические открытия и тому подобное, а также вклад выдающихся личностей, облик которых неразрывно связан с историей развития страны. Вторая группа факторов корректируемые, условно-динамичные социологические факторы, то есть это социально-психологические настроения в обществе, это формы общественно-политической интеграции, структура, характер и принципы деятельности общественно-политических объединений, и это морально-нравственные аспекты развития общества. Ну и третья у нас заключительная группа факторов, это корректируемые, условно-динамичные институциональные факторы. Что это? Это у нас устойчивость экономики, это у нас уровень доходов на душу населения, это объемы привлекаемых инвестиций в страну, это финансовая обеспеченность бюджетов всех уровней, это гарантия прав и свобод. Также это у нас правовое пространство страны и соответствие правовых норм международным требованиям. Это функции полномочия и механизмы государственного регулирования различных областей и сфер деятельности в стране. То есть, по сути, это эффективность властной конструкции. Ну и сюда же мы относим безопасность. Вот у нас три группы факторов, которые оказывают воздействие на формирование образа страны. Это у нас условно-статичные факторы, это корректируемые, условно-динамичные социологические факторы и это корректируемые, условно-динамичные, институциональные факторы. Какие же факторы в этом имидже, в образе страны больше всего способствуют приезду туристов именно сюда, именно вот в это государство? Ну, во-первых, уровень инфраструктуры, качество обслуживания и, что самое главное, уникальные особенности территории. Какие они, эти уникальные особенности территории? Это историческое и культурное наследие, памятники архитектуры, это природно-географические особенности территории, это возможности для охоты, рыбалки, экстремального туризма, экотуризма. Это у нас карнавалы, фестивали, праздники, спортивные мероприятия и другие яркие события, которые ассоциируются с данной территорией и это специфические особенности территории, которые соответствуют целям каких-то вот конкретных туристов. На этом наш с вами билет, имидж, образ страны, понятие, пути формирования и влияние на развитие туризма закончен. Поблагодарить автора, то есть меня, вы можете подписавшись на мой канал на ютубе, поставить лайк или сделать репост этого видеоурока у себя на страничке в социальных сетях, для этого надо нажать на значок поделиться под видео. До встречи на следующей лекции, в которой мы поговорим с вами об этнических стереотипах и рассмотрим их влияние на развитие туризма. Субтитры создавал DimaTorzok